Привет, друзья! На связи Динара Смирецкая, бизнес-лидер Сайбирин Белмон. Сегодня подниму необычную, животребещущую тему. Просто наблюдаю за происходящим в соцсетях, на ютюбе, и как-то это вот, знаете, душу-душу мою бередит. А что именно наблюдаю? Нестандартная для меня тема. Обычно я такое не поднимаю у себя на канале. Но так захотелось чего-то. Уж простите меня, пожалуйста. Кому не понравится, кого разочарую, извиняйте. Вот такая вот я. Тоже люблю поболтать, кого-то перетереть и обсудить. Все мы бабы-стерли. Так, ладно, поехали. Короче говоря, вокруг сейчас Мэри Кей разразилось просто что-то бурное и непонятное. Лидеры переходят в Сайбирин Белмон. Понятное дело, что во всех компаниях идут переливы. Во всех абсолютно. Мэри Кей, Сибирское здоровье, НЛ, Гринвей. Во всех компаниях кто-то куда-то уходит, кто-то куда-то переходит, кто-то за кого-то, за кем-то идет, кого-то перетаскивает, команды переходят, структуры переливаются. Ребята, это везде. Это дело не в Мэри Кей, не в Гринвей, не в НЛ, не в Гербалайф, не в Амвей. Дело не в названии компании. Дело просто в том, что это классическая история. Это нормально. Люди ищут, как рыбочка, да? Там, где глубже, там, где теплее, веселее, там, где денежку платят побольше, там, где продукт более репотребляемый, более нужный, там, где команда комфортная, лидер приятнее, где обучение выстроено, где все уже тебе на подносике, грубо говоря, дано. Это нормально. То есть так же, как люди в оффлайне, в найме ищут работу себе получше, с лучшим социальным пакетом, с возможностью уходить в отпуск тогда, когда захочу, с адекватным начальником, с зарплатой чуть-чуть побольше, чтобы вот до работы было удобно доезжать, меньше количество времени тратить на дорогу, да? Любой человек же ищет условия работы комфортнее. Так же, в принципе, в сетевом бизнесе. Любой человек вправе найти себе компанию, которая на его запросы, на его личные запросы отвечает. Хочу компанию с бонусом наставника, хочу компанию, в которой есть программа путешествий, хочу компанию, в которой есть автопрограмма, хочу команду, в которой проводятся, хочу розыгрыши, хочу лидера, который индивидуально сопровождает. Это все можно найти, да? Это люди ищут, находят и переходят. Ничего в этом предосудительного нету, нету. Я не считаю, что это плохо. От меня люди уходят. Вы что думаете, у меня люди, что ли, как-то шибко закрепляются и прям все растут до лидеров? Нет. И у меня есть люди, которые не включаются в работу, разочаровываются, которые разочаровываются во мне, в команде, в обучении. Такие есть везде, везде. Люди меняют компании, люди меняют лидера, люди меняют наставника. Это норма. Не надо на это обижаться, злиться, оскорблять друг друга, что-то гадкое писать в комментариях. Люди имеют на это право. Но, подчеркиваю, так как из компании Мэри Кей давно никто никуда как-то вот так громко, сильно не переходил, а если и были переходы, то, возможно, были переходы каких-то оффлайн-лидеров, которые, ну, грубо говоря, работали на земле, и их в интернете не было слышно. А тут совсем недавно из Мэри Кей, ну, непосредственно к нам в Сибирское здоровье, именно поэтому я знаю, да, возможно, если бы лидер ушел в какую-то другую компанию, я, возможно, бы этому внимания как-то и не уделила, и не слышала, и не видела. Но так как этот лидер, который был очень популярен в онлайне, у которого очень крутой YouTube-канал, наикрутейший YouTube-канал, Instagram, так как именно такой лидер перешел в Сибирское здоровье, ну, понятное дело, весь Мэри Кей сейчас стоит на ушах, все этого лидера дико комментируют, оскорбляют, обижают. Понятное дело, сетевая проститутка. Это оскорбление по ГОСТу, по всем правилам этики и розового мира. То есть все мы, когда работаем у себя, все такие милые, прекрасные, чудесные, бизнес-бизнес, ну, обнимашки-целовашки, да вы улучшаете качество жизни, да-ля-ля-ля. Но как только вот человек поменял работу, так сказать, нет, тут оскорблением нет предела, тут просто поливание с ног до головы. Поверьте, я это дело проходила, несмотря на то, что я в Сибирское здоровье пришла никем, в принципе, никем. У меня зарплата была 4 тысячи рублей в моей компании, в Energy International, из которой я переходила в Сибирское здоровье. Но и то на меня просто вылили ушат. За то, что я это сделала, как так, все меня проклинали, говорили, да это неудачница, если тут не получилось, то и в Сибирском не получится. Ну, как бы вам сказать, все, кто меня поливал, обливал, сейчас уже в Energy International не работают. Самое смешное, они оттуда ушли, кто через полгода, кто через год, а кто-то вообще сейчас сидит на нулях. Про что сейчас мой монолог? Про вот этого лидера из моряки. Вот я слушаю все ее прямые эфиры, все ее выступления, и вы знаете, ребята, у меня такие инсайты, мне так это берегит душу, меня так это возбуждает, от чего? Да от того, что 5 лет назад, когда я еще была в моряке, я все то, что вот этот лидер говорит сейчас на своем ютюбе, в инстаграме, говорила своим лидерам. Я им крутила у виска и говорила, ребята, вы не понимаете, что у вас автопрограмма самая дурная, которая только может быть. На нее просто убийца. И тогда ты как бы, да, вот сможешь выйти на эту автопрограмму. Машина выдается в лизинг, она не твоя. За каждую царапину, не дай бог, ты должен отчитываться и платить штрафы. На этот лизинг ты должен работать просто и шачить, как не в себя, и днем, и ночью. Для чего? Чтобы потом в итоге эту машину компании отдать. И заплатить штрафы за любую царапину. И вот тогда, 5 лет назад, работая в моряке, я это все объясняла своим лидерам. Они такие, Динара, тебя что, не возбуждает автопрограмма? Ты что, вот не хочешь на машине от компании ездить с логотипом красивого моряки? Я говорю, нет, не хочу. Я за те же самые деньги пойду и куплю себе машину, которая будет в моей собственности, над которой я не буду трястись, над которой я буду, я не знаю, учиться водить и не бояться за каждую царапину. Зачем мне это надо? Далее, вот этот суперлидер, который перешел из моряки, сказала, что у нее максимальная зарплата в моряке была 180 тысяч рублей, когда она брала автопрограмму. Я ей верю, я ей верю. То есть все лидеры из моряки, которых я знаю до сих пор, зарабатывают 40-50, потолок 60 тысяч. Потолок 60 тысяч. Отработав, отдышачив в компании десятки лет. Десятки лет. Моряки, по-моему, в России то ли 25, то ли уже почти 30 лет. И есть лидеры, которые там работают вот все эти 10, 20, 30 лет. 60 тысяч потолок, друзья. И работают они там нехило. Они реально там пашут, пашут все эти года. Пашут, я подчеркиваю. 60 тысяч. Я не готова так пахать за 60 тысяч рублей. Я не знаю, я, наверное, зажралась, но я не готова вкалывать и впахиваться. И опять же, 5 лет назад я это говорила своим тогдашним лидерам. И они мне крутили у виска, типа, ну ты девочка зажралась, вообще зажралась. И я говорю, вы понимаете, что вам платят, ну, совершенно не за тот труд, который вы вкладываете. Вы должны получать намного больше, намного больше. Они такие, не-не-не, ты зажралась. И когда, опять же, этот лидер говорит, что вот, потолок был 180 тысяч, и то, когда она закрывала автопрограмму, когда просто не спала, а в июне она уже получила 500 тысяч от Siberian Wellness на четвертый месяц работы, на четвертый, в удовольствие, в удовольствие. Да, она тоже работает, да, это ее работа. Но в удовольствие она работает. Она не как загнанная лошадь, как в моряке. Понимаете, и 500 косариков на воздушном шарике. Не рождается ответ на ваши вопросы, а почему люди меняют компанию? Ну, потому что люди хотят лучшей жизни для себя, для своих детей, для своих внуков. Хотят путешествовать, хотят развлекаться, хотят нормально жить в хорошем своем доме, покупать себе хорошую одежду, баловать своего ребенка, ездить на море. И для этого человек ищет лучшие условия работы. Если можно устроиться в компанию, где тебе платят на четвертый месяц работы 500 тысяч, а зачем оставаться в той компании, где ты ишачишь и получаешь 60? И те люди, которые говорят, ты предала компанию, ты бросила компанию в сложные времена, ты не имеешь права так поступать, ты должна была ишачить до последнего. Бога приплетают? Это вообще атас. То есть я увидела комментарии, которые ей оставляют морякеки, там и бога приплетают. Боже мой, это что-то страшное, это что-то страшное, это ужасно, ужасно. Ну то есть если ты хочешь ишачить, и получать 50 тысяч, ну получай. Ну кто спорит, так тебе никто не лезет, тебя никто в бизнес не зовет, не переподписывает, не привлекает, не переманивает. Ну сиди ты спокойно и зарабатывай свои 50 и будь предан компании. Да, кто-то так не хочет, и я так в свое время не хотела. Поэтому я искала компанию с лучшими для меня, для себя условиями и нашла. Мне сейчас компания платит вот по заслугам. Сколько поработала, столько получила. Я не считаю, что меня обделяют. Я считаю, что вот я получаю прям вот идеальную свою зарплату, доход от компании. Как работаю, так и получаю. Меня никто не обделяет. Но если вы чувствуете, что вы должны получать больше за свой труд, why not? Почему бы не найти лучшие условия для работы? И вот человек их нашел. Человек поменял вот этот дозовый мир, у которого изо рта одно Г льется сейчас в комментариях, на нормальную, адекватную компанию, которая платит. Где ты работаешь в удовольствие, возможно, напрягаясь. Возможно, везде надо напрягаться, друзья мои. Это работа. Без напряжения никак. Но тебе за это напряжение платят хорошие деньги, за которые ты можешь отдохнуть, обеспечить свою семью. Я считаю, что это абсолютно нормально. И не нужно опускаться до мерзких, гадких комментариев этому человеку. Ну, то есть я просто была поражена. Так вот, это было первое. То есть вот то, что она рассказывала, я доносила до своих лидеров 5 лет назад. И мне это настолько отзывается, мне это настолько близко. Думаю, ну надо же. А тогда 5 лет назад мне крутили у виска и говорили, Динар, ты в бизнесе ноль, ты ничего не понимаешь, поэтому ты это говоришь. И когда вот этот лидер сейчас это произносит с экрана, я такая, боже, оказывается, я не дура. Оказывается, я молодец, что ушла из морякей. Что начала просто искать альтернативу. Я не говорю, что морякей это плохо. Я не говорю. Нормальная компания. Нормальная компания. Но еще раз подчеркиваю, если вы хотите и шачить, и зарабатывать 50, норм. Все, вопросов нет. Если вы этим довольны, если вас это устраивает, почему бы нет? Хорошая компания. Есть работы, на которых люди и шачат и получают 5000 рублей, 10-20. И компания не меняет, не ищет. Ну, значит нормально, значит хорошо. Дело не в компании. Дело в том, на что готов человек и чем он доволен. Меня просто поражают не компании, а люди, люди, которые говорят о красоте, о Боге, о преданности, о чувственности, о нежности, о красоте душевной, о красоте внутренней. И которые потом в комментариях пишут мат-перемат, ну вот от этого волосы встают дыбом. Везде. Причем. И думаешь, да, хорошо, что я из этого розового мира, который всех и вся поливает, всяким разным, когда-то ушла. Я не хочу там крутиться, вертеться. Возможно, потому что розовый мир прогнил именно в России, именно в Российской Федерации. Возможно, в других странах так лидеры себя и партнеры этой компании не ведут. Но то, что я вижу сейчас, что происходит на территории нашего пространства, в наших соцсетях, меня поражает и ужасает. Ребят, если вы все такие розовые, прекрасные, чудесные, чистые душой и лицом, ну зачем же вы такую грязь льете в комментариях человеку, который это не заслужил, который просто поменял работу, который просто решил, что да, ему мало, да, ему мало, да, мы все работаем, друзья мои, за деньги, представьте себе, и мы за деньги живем. Нам еду никто просто так не дает. В путешествия нас просто так никто не отправляет. У меня, кстати, тут история была, вот Ира, моя Николаева, лидер из моей ветки, она многодетная мама, и ей там по каким-то квотам и льготам предложили поездку на море, бесплатную, от государства. Она прокляла все на свете, друзья. Ей там начали даты 10 раз на дню менять, условия какие-то выставлять. Короче, она сказала, идите все на, мне вот такая бесплатная поездка от государства не нужна, я лучше пойду, заработаю деньги в сибирском здоровье и оплачу нормальную поездку. Так вот, к чему я эту историю про Иру свою рассказала, что, ребятки, нам никто ничего бесплатно не выдает. Ни еду, ни путешествия, не обеспечивать наших детей, никто ничего бесплатно нам не выдает. Мы сами зарабатываем на свою жизнь, понимаете? Мы сами обеспечиваем себя и свою семью. Так если вам не хватает на эту жизнь, вы можете поменять работу. Это разрешено. Вас никто за это не должен осуждать. Это нормально. Сетевой бизнес – это точно такая же работа, как и любой найм. Человек работал учителем, встал от этой работы, пошел, выучился на бухгалтера, пошел работать бухгалтером. Человек строил дома, здоровье ухудшилось, он пошел там, переучился на финансиста, на аналитика. Все, пошел работать аналитиком. И, возможно, даже другие деньги стал больше получать. Почему бы нет? Тоже хорошо, тоже прекрасно. Ну, то есть люди в найме меняют работу, и никто не должен оставаться кому-то там быть преданным. К чему вот эта дурная преданность? Она для чего вообще? Ты преданным будь своей семье, своему мужу, своей жене, своим детям, внукам. Вот, да, это нужно быть преданным. И то, я бы сказала, даже не преданным, а просто любить, уважать, почитать. Вот и все. Преданность тут ни при чем. И вот, знаете, мне слова вот это поражают. Фраза просто убийственная. Да тебе компания столько дала. Ты благодаря компании выросла. Ребят, ну кукиш не хотите? Какая компания чего вам дает? Вы сами себе зарабатываете. Вы работаете, вам за это компания платит деньги. Никакая сетевая компания просто так никому платить не будет. То есть, если вот вы пришли в компанию, зарегистрировались, и сидите в носу ковыряете. И компания вас обеспечивает. Компания вас растит. Компания из вас лидеры делает. Ой, какая компания! Ё-моё! Ей делать больше нечего, как вас просто так обеспечивать. Да никакая компания никого не будет обеспечивать. Вы работаете на компанию, и за эту работу компания вам платит деньги. Все, все, другого не дано. Перестаете работать, вас компания говорит, так, батенька, ты чего? Все, мы тебе не платим. Перестал работать, ты денежку не получаешь. Никаких подачек. Вы чего, друзья мои? Да, компания может предоставлять те или иные условия работы. Компания может сделать хороший сайт для своих партнеров. Компания может выпускать новинки регулярно. Компания следит за качеством выпускаемой продукции. Компания решает какие-то проблемы с логистикой. Да, вот за это отвечает компания. Но компания просто так никого озолачивать не будет. Компания никого кормить и просто так платить зарплату не будет. Вы на компанию работаете сами. И любой лидер становится лидером самостоятельно, благодаря своим мозгам, своему труду. Не надо приписывать эту заслугу компании. Друзья, не подменяйте понятия. Сходите к психологу, в конце концов. И научитесь ценить себя, свой труд и труд других людей. Не подменяя понятия. Компания тебя обеспечивала, компания тебе давала. Нет, не компания. А я сам. Я сам, как умный, здоровый человек с руками и ногами. Себя сам обеспечиваю. Условия труда мне больше нравятся здесь. Вот мне, например, в Сайверин Велмос больше нравится, устраивают условия труда. Поэтому я здесь работаю. Меня здесь все устраивает. Поэтому я здесь. Но компания мне платит деньги за мой труд. За мой труд. За то, что я трудолюбивый, целеустремленный человек. А не просто так. Просто так мне никто ничего не заплатит никогда. Ну и последнее, чем меня возбередила эта морякеевская история, тем, что очень многие лидеры сидят и возмущаются, что вот, человек к себе переманивает. Да человек к себе не переманивает. Просто ваши новички, ваши люди, которые сидят без зарплаты, сидят и думают, а чего я-то сижу? А чего я-то не копошусь? Почему я не меняю работу? Значит, и мне такое можно. Значит, и я себе могу это позволить. И я могу себе разрешить просто сменить условия работы. И они меняют. И да, они идут за этим сильным лидером, который смог поменять компанию, поменять работу и в открытую это заявил. Кто-то хайпует. Почему бы нет? Кто-то просто заявляет о себе, что да, да, мне не стыдно сказать, что я поменял компанию. Мне не стыдно. И я вас всех к себе приглашаю. Кто хочет, идем за мной. Я не считаю, что за это нужно человека осуждать. Я не считаю. В принципе, я также о себе заявляла, когда пришла в Сибирске, что вот я пришла в эту компанию. Ребят, привет. Кто меня знал, кто хочет, велкам в команду. Пожалуйста. Пожалуйста. Мои двери открыты. Вот моя ссылочка для регистрации. Если вы ничего не делаете для того, чтобы улучшить жизнь, улучшить условия труда для своей команды, ваша команда от вас уйдет. Ваша команда вас покинет. И вы скоро останетесь просто в одиночестве. Но при этом будете обсуждать и обвинять всех вокруг. Вы будете искать недостатки в других людях, но только не в себе. Друзья, задумайтесь. То есть, если вы сами не получаете, если ваша команда страдает, ничего не получает, если компания прекратила сотрудничество с Российской Федерацией, к примеру, если вы не получаете нужного продукта для продажи, для продвижения, ну, если уже невозможно работать, ну, невозможно, а на вас кредиты, ипотеки, машины, дети, внуки, почему бы не поменять работу? И если вы, как лидер, эту работу не меняете и надеетесь на какие-то лучшие времена, если у мужа очень крутая, хорошая работа, я не знаю, муж дипломатом работает, получает там сотни тысяч рублей, миллион в месяц, и вы, как бы, в мэрике или в какую-либо другую компанию пришли не за деньгами, а просто потусить, да, вы можете сидеть и тусить дальше, но за вами пришли люди, и вы должны ориентироваться на своих людей и на их потребности. И если вы видите, что люди недовольны, если вы видите, что условия работы плохие, если люди не получают, если люди не получают заслуженных зарплат, заслуженных доходов, а чего сидеть-то? Чего сидеть? Поменяйте условия труда, смените работу, и за вами пойдут все ваши люди, и тогда вы не будете ни на кого обижаться и не будете никого обвинять, что вот ты поменял компанию, и теперь ты переманиваешь моих людей. Да никто никого не переманивает. Просто люди видят, что человек решился, сменил работу, и теперь он получает не сто тысяч, а пятьсот. Значит, и я могу, значит, и я этого заслуживаю, значит, я пойду за этим лидером. Вот и все, вот так вот думают люди. А вы там сидите и кого-то обвиняете. Нехорошо. Конечно, эта история шумиха в моряке меня очень взбудоражила, потому что еще раз говорю, пять лет назад я говорила своим лидерам, что вы что-то делаете не то, вы как-то выстраиваете работу не так. Компания хорошая, продукт замечательный, никто бы с этим не спорил. И даже маркетинг можно перетерпеть, который у них, хотя по мне он ужасный. То есть вот если взять все сетевые компании, Greenway, In-N-N, Lampway, Girmway, у моряки самый дурной. Мое личное субъективное мнение, не спорьте, пожалуйста, с этим. Кто хочет, напишите в личку, объясню, почему я так думаю. Извините, получилось такое долгое видео на поболтать, но не могла об этом сказать. В общем, разбередила мне душу вся вот эта ситуация. Хотя еще раз подчеркиваю, что лидеры меняют компании регулярно, постоянно. Мы постоянно, каждый месяц слышим, что вот отсюда-то топ-лидер ушел, оттуда-то крутой лидер ушел, этот-то лидер компанию поменял, тут лидер начинает хайповать, кричать, что он сменил компанию, тут какой-то лидер кричит, а ге-гей пошли за мной в какую-то новую фирму, тут лидер из сетевой пошел в какую-то пирамиду, криптовалюту, еще куда-то. То есть эта история, она перманентно перетекает из месяца в месяц, изо дня в день. Мы этому уже не удивляемся. Но так как компания Мэри Кей уж очень мне близка, я там проработала три года, именно поэтому у меня эта ситуация вызывает вот эти вот все эмоции. Все, кто согласен, кто не согласен, пишите в комментариях. Если будете писать по делу, буду благодарна. Если будете писать из серии «Фу, кошмар!», весь ваш ум проявится в этих комментариях. Все, всех люблю, целую. Надеюсь, было просто интересно. Полезности было ноль, но, надеюсь, было интересненько посплетничать. Все, всем пока. На связи была Динара Смирецкая. Все мои контакты, как обычно, под этим видео.